Приветствую вас и начать мне бы хотелось в первую очередь с того, что вы пишете о том, что вам стыдно. То есть вот смотрите как получается. Вы пишете, что вам стыдно, и стыдно настолько, что вы даже не можете лично с психологом это обсудить. Вы пишете здесь, на сайте, именно потому, что лично с психологом обсудить вы это не можете. То есть получается, что вы достаточно сильно, серьезно находитесь в личностном конфликте. И вот этот личностный конфликт, взаимный конфликт, который у вас есть, он вам по сути дела жить и мешает. И почему, откуда у вас появились такие мысли, что то, что вы делаете, это плохо? Откуда у вас появились такие мысли, что то, что вы делаете, это позорно? Откуда? А почему вы так считаете? А какова природа этих установок? Это первое, о чем нужно с вами поговорить. То есть если, например, вам, допустим, с детства вы научались, что данный аспект, то есть отношение, допустим, с мужчинами, да, это что-то очень плохое, что-то ненормальное и так далее, то это вам внушали советские люди, которые просто-напросто действительно не признавали ничего такого. Но с тех пор мир ушел достаточно далеко в понимании свободы и в понимании сексуальности. И поэтому то, что вы описываете, совершенно нормально, особенно если у вас бисексуальная ориентация. Предполагаю, что основная проблема не в том, что вы встречаетесь с мужчинами, ибо, как я уже сказал, в этом нет ничего плохого. Основная проблема заключается в том, что вы сами вот это в себе не принимаете. Вот это, то, что вы сами в себе не принимаете, это и является самым скверным в данной ситуации. Потому что непринятие чего-то, непринятие себя, в частности, непринятие себя, это худшее, что вы можете сделать, и самая плохая услуга, которую вы можете оказать сами себе. Поэтому для начала перестаньте, или, по крайней мере, постарайтесь это сделать. Считать, что вы занимаетесь чем-то подобным. У каждого человека есть свои склонности, у каждого человека есть свои предпочтения, у каждого человека есть свои желания, и эти желания человек хочет осуществлять. Хочет их реализовывать. И неправильно, как раз таки, этого не делать. Неправильно их оставлять нереализованными, потому что тогда они будут сублимироваться во что-то куда более негативное по последствиям для и вас, и вашей, как я понимаю, семьи, и так далее. То есть то, что вы делаете сейчас, это нормально. В этом нет ничего дурного, в этом нет ничего плохого. Постарайтесь это для себя понять. Но одновременно нужна проработка тех моментов, которые заставляют вас считать, что вы делаете что-то дурное. Вот это вам, я считаю, совершенно необходимо, чтобы вы себя не изводили, чтобы вы себя не мучили тем, что вот вы делаете что-то не так, что вот вы занимаетесь чем-то позорным, ужасным и прочее. Вот это вам необходимо, действительно, эти вещи вам действительно необходимы. Если вы хотите именно с этим поработать, то я думаю, вам в этом можно будет помочь. Обращайтесь за личной консультацией к любому эксперту, который вам понравится, и, собственно, начинаете с этим экспертом работать, и я думаю, вы очень быстро придете в норму, и у вас все будет хорошо. Что касается позора. Тут есть отношение, конечно, к обществу. Но почему вы обращаете внимание на общество? Почему вы позволяете обществу руководить своими желаниями? Ведь вы же по сути своей никому не вредите. Вы по сути своей, как вам правильно сказал мой коллега, никому не несете вреда. Так что же такого дурного в том, что вы делаете? И виноваты ли вы в том, что у вас бисексуальная ориентация? Как вам опять же сказал мой коллега. Я думаю, что вы не виноваты. Было бы странно, если бы вы старались взять на себя ответственность за это. Потому что вы не можете нести ее ответственность за это. Ибо это зависит не от вас. Это не то, на что можно повлиять. Это не то, что можно как-то изменить. Это то, что есть. И вам вот это, то, что есть, нужно принять. По крайней мере, понять, что это неотъемлемая часть вас. Постарайтесь это сделать. Постарайтесь подумать об этом. Да, жене, возможно, вашей будет неприятно узнать о том, что вы это делаете. Да. Это основная проблема. Но опять же. Опять же. Это не измена, как таковая. Это тоже момент достаточно такой. Знаете, важно. Вы не изменяете своей жене. Вы ее любите. И я уверен, что любите вы ее очень сильно. И ребенка вы любите. Вы не изменяете своей жене. Просто у вас есть немножечко, ну, другие, скажем так, потребности. И это, вот этот момент, вам его нужно для себя понять. И если вы решите сказать своей жене о том, что вы, вот у вас, ну, такая вот ориентация, да, допустим, бисексуальность и так далее. Кстати, по поводу ориентации, здесь вы можете обратиться к сексологу, и он вам сможет понять именно вот на уровне своей профессии, на уровне своей специализации. Он сможет вам понять, кто же вы действительно для себя хотите, и кто вы действительно для себя, ну, кто вы, в общем. Вот. Но, если вы расскажете своей жене о том, что вы делаете, то, знаете как, это не будет измены, потому что измены, это когда вы изменяете ей с другой женщиной. Это классическая измена, да, действительно это измена. Но когда вы говорите своей жене, что вот такая ситуация, я, значит, просто встречаюсь с мужчинами, то это неизмена. Хотя, может быть, вам и будет сложно это принять. Но это неизмена, и, может быть, вам, вашей жене будет сложно это принять. Тут нужно тоже подумать, как все лучше сделать. Тут тоже нужно подумать и аккуратно, аккуратно так решить, как вот эту ситуацию припиниться. То есть, вам нужно себя принять. Хорошо, вы себя приняли, вы мало нет. А что дальше? Принять себя лишь только, этого недостаточно, вам же еще надо как-то жить. Вот. И чтобы жить, нужно выработать достаточно четкую, ну, постарайтесь, по крайней мере, выработать достаточно четкую позицию, которая бы помогала вам, значит, ну, которая бы помогала вам реализовывать свои желания. Поэтому, думаю, что необходимо в любом случае себя принять, вам можно обратиться к сексологу и понять одну главную вещь, что вы – это вы, и все это с вами происходит, это часть вас, и это нормально, если это только не вредит другим людям. Ну, на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!